На рынке первичной недвижимости настоящий ажиотаж по сравнению с 2017-м. В этом году спрос вырос уже на 14% и продолжает идти вверх. Как правило, тюменцы берут однокомнатные квартиры и двухкомнатные, но небольших площадей. Только в сентябре было заключено порядка полутора тысяч сделок. В основном с молодыми семьями, и они объясняют причину такой оживленности. Сейчас стали более приемлемые процентные ставки по ипотеке. Большой выбор как новостроек, так и вторичного жилья. Поэтому лучше уж платить за свое, чем платить за съемное. По словам экспертов, в ближайшее время ажиотаж только усилится. Здесь, кажется, уже традиционный фактор – конец года. Всегда октябрь, ноябрь, декабрь – это самые продаваемые месяцы. Потому что к концу года и застройщики пытаются как можно сделать больше акций, предложить более выгодные какие-то предложения. Банки точно так же. Но тем временем ипотека может подорожать из-за повышения ключевой ставки. Но, как утверждают банки, незначительно. Об этом говорили сегодня на Западно-Сибирском форуме недвижимости. В Тюмени он проводится уже в 17-й раз. В этом году в том числе и обсудят проблемы дефицита. Квартиры в новостройках со сроками сдачи в 2018-м и в первой половине 2019-го года в продаже уже нет. Выход – перенаправить покупателей на вторичный рынок. Чтобы люди могли быстро, максимально решить свои жилищные проблемы. Тем более вторичный рынок – понятие расплывчатое. Сегодня эта квартира буквально была объектом стройки, сейчас это уже квартира вторичного рынка. То есть она по всем параметрам соответствует требованиям, которые предъявляет клиент к своему новому, комфортному жилью. Ну а дефицит, в свою очередь, ведет к росту цен. По итогам сентября у нас средняя стоимость на первичном рынке жилья зафиксировалась на уровне более 58 тысяч рублей за один квадратный метр. Если сравнивать этот показатель с предыдущим месяцем, то разница небольшая. Но если посмотреть, какой была стоимость в начале 2018-го года, то здесь рост уже ощутимый – больше 3 тысяч рублей за квадрат. И тенденция, по словам экспертов, продолжится. К концу года ожидаемый рост составит уже примерно 13%. А что будет после Нового года, прогнозировать не берутся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...